Спит. Хоть сегодня не орала. Вчерашнюю ночь всю орала. А сегодня вот спит и спит. У нас утро ранее. Не знаю сколько времени, может быть четыре. Пойдемте посмотрим. Голубь мира. Голубь мира. Я эти глазки пока рисовала. Видите, как у мамы мы не похожи. Голубь. Голубь. Красиво. Да, кстати, времени ровно четыре. Ровно четыре. Как фонарик танцует. Доброе раннее утро, мои любимые. Весеное. Майское. А у нас с вами пять месяцев. Число богов. Двенадцать. Две тысячи двадцать третьего года. Всемирный день медицинских сестер. А братья... Нет, не забудьте поздравить Артема, сестру. Василия, моего первого супруга, экс, сестру. Ивана, сестру. Деда моего, сестру. И Богдана, сестра. Солнце выходит в 4.22. Через 22 минуты. Вот так вот. Доброе утро. Доброе, божественное утро. Ну что, пойдем гулять? Бисхарид только. Да. Пойдем безхариды. Красота. Ты дома? Пойдем. Ну вот. Давай, идем. Дойдем. Собралась. Думала погулять одной. Но и тут-то было. Харита начала была. На весь дом. И захотела со мной. Ну, значит так надо. Почему-то тут цвет перегорел. Ну-ка. А, не перегорел. Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное, майское утро. Пятническое. Божественное. Раннее. Что еще нужно для счастья? Не знаю. Пойдем. Солнышко мое. Пошли. Ой, красота. Красота. Продолжается. Еще одно. Божественное. И прекрасное. Упро. Нашей чудесной жизни. Мои любимые. Я вчера снимала видео, когда ходила к Юлькиной школе. Помните, кто смотрел? И там рассказывала про страх. А потом, представляете, как вот реально единое сознание. Ой, у меня прям запотел этот. Запотела камера. Стой. Куда ж ты так тащишь? Пошли. Все, писей тут. Вот. И потом зашла вечером на канал Евгения. Такой мальчик из Москвы. Или из Подмосковья. Я не знаю, что я рассказывала про него. Что он мне Муджи напоминает. Он, смотрите, детские костюмчики принесли. Курточка так и висит. Кроссовки тоже никто не забрал. Там чешки. Кому надо. Мои любимые. Берите. Берите. Ой, господи. Вот. Зашла к нему на канал. Представляете? А у него тоже там тема страх. И я думаю, вообще прикол. Вот как так? Сказать, что он передирает с моих видосов. Ну, это полная чушь. Сказать, что... Я передираю с его... Так и нет. Мое видео вышло раньше, чем его в сто раз. Там уже в этих самых высотках уже солнышко. Смотрите. Видите? Вон там в окошках уже солнышко видно. Так что никто ни у кого не передирает. А все мы единое сознание. Как минимум. Я сейчас смотрела фильм. Амуль. Ну, это как по-арабски амуль. Это значит как старец. Ну, как святой. Шейх это как у нас поп. А амуль это, наверное, как у нас какой-то вот такой священный старец. Или как это называется. Чтобы дословно перевести. Не пойму, что у меня с камерой. Сейчас попробую. Секундочку. Она меня запутала опять. Попробую капельку поэта протереть. Хозяин велел вас протереть. Может так получше? О, вроде да. А то я помню у Ирины Хингилайф смотрела. Видео как-то. А у нее вся камера была замацана. Иди отсюда. Ну, пошел. Пошел. А этого что-то там живет. Ну, чего ты там ешь-то? Хорита, ты сейчас домой пойдешь. Брось. Брось. Что взяла? Брось. Так брось. Так брось. Жесть. То ли лягушку какую-то живет. То ли непонятно, что она там взяла. Стоять. Стоять. Стоять, сказал. Что разве это расстегнулось? Господи. Стой. 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 Так стой. Будешь дергаться, получишь. Пришлось телефон на землю поставить. Потому что она у меня расстегнулась, чуть не сбежала. Стой. Хора. Хора. Рядом. Вот. Посмотрела этот фильм. Амуль. И даже не пустой. А перед ним смотрела фильм Пророк Мухаммед. Вот. И реально вот как снято. И как люди, актеры играют. Прям до мурашек. И я не думаю, что у меня это ассоциативно. Потому что я в Ливане жила. Еще что-то. Думаю, нет. Это через что-то другое. Через какие-то живые чувства. Мне через ассоциацию тоже понравился. Кому интересно, я в ВКонтакте добавила. Заходите, смотрите. Шикарный фильм. Очень-очень-очень понравился. А черешня наша как уже распустилась тут. Я хожу как будто опять по своим владениям. Проверяю, что тут как подросло. Ай, красотища. Боже-боже. Лида, Лида. Пошли, хора. Давай. Иди сюда. Куда ты пошла? Там собачки. Вот. Так я вам рассказала про страх. И про то, что он иллюзия. То есть его не существует по большому счету. А все, что он из себя представляет, это все мы сами его наполняем. И мы сами его культивируем и так далее, и так далее. И заряжаем своей энергией. И увеличиваем его силу своими же мыслями, своими же помыслами и так далее. О, проснулись. Стой, хора. Смотри, птички. Смотри, птички. Птички. Вон. Плавают. Да плавают. Куда ты смотришь? А она понимает, птички, значит, летают. Вон птички, хора. Смотри, вон птички. Птички. Да. Видишь? Вон птички. Какие красивые. Вода какая-то аж красная, непонятно почему. А тут какая красивая. И рассвет. Вот. А как же с ним справляться-то, с этим страхом? Вроде как иллюзорным, несуществующим и так далее. Но, тем не менее, сколько вроде как он причиняет людям боли и всяких там нудач и всяких там бед. Ну так, по логике, не отдавать ему свою силу, не оживлять его, не дарить ему свою живую энергию. То есть, то, где наше внимание, то, о чем мы думаем, то и возрастает, то и усиливается. Это же понятно, когда мы там постоянно ноем, жалуемся и живем постоянно в этих мыслях и энергиях. Естественно, мы и будем в них сидеть, и они будут разрастаться и разрастаться, если там чего-то болит. Потом будет болеть больше и будет это шире и так далее. А если мы будем идти в добро, в свет, в любовь, естественно, будет разрастаться это. И будут уходить в страхи, болезни и так далее. Вот люди, когда думают, например, о любом страхе абсолютно, он какой бы он ни был, например, страх обанкротиться. В итоге реально это страх смерти. Страх, я не знаю, там, заболеть, тоже страх смерти. Страх постареть, тоже страх смерти. Страх, как у меня была агорофобия, выйти на улицу, то есть пойти в неизвестность. Ум моментально блокирует и заставляет меня сидеть в зоне комфорта, дома, не выходить вообще на улицу. Потому что я не знаю, что может быть. Страх неизвестного, это тоже в итоге все приводит к страху смерти. А все это только от того, весь этот страх смерти у любого человека он есть. Он навязан умом. На самом деле вот у вас, как у вас, не как у вас у ума, а как у вас у божественного присутствия. Изначально в вашей природе нет этого страха. Нет вообще никаких страхов, нет вообще никаких печалей. А вам он насаждается умом. То есть через ваших родителей, через ваших учителей, я не знаю, там в ясельках, в садике, в школе, через ваших боссов, которые вам говорят, вот не сделаешь так, как я тебе сказал, нафиг вылетишь с работы. А дальше? А ум начинает дальше это все как в воронку, как снежный ком увеличивать. То есть потеряешь работу, не сможешь обеспечивать семью, жена тебя бросит, ты пойдешь превращаешься в бомжа, сбухаешься, где-то там сдохнешь под каким-нибудь метро или еще что-нибудь. И страх рисует дальше и дальше и дальше. И ты превращаешь сам себя своим умом в раба. Ты начинаешь останавливать как-то любыми способами эти мысли. А чтобы их остановить, ты начинаешь соглашаться с этим боссом, с этими родителями. Вот не бегай, упадешь, ноги порастираешь, голову разобьешь и так далее. Начинаешь выполнять не то, что ты чувствуешь здесь и сейчас, а выполнять то, что от тебя требует окружающий мир. То есть твое отражение. Не ты настоящий, не ты истинный, не твоя природа, а то, что вот вокруг. Матрица, система, родственники, родители, общественное мнение и так далее, и так далее, и так далее. А единственный выход, как с этим всем справиться, это оставаться собой. А оставаться собой, это значит прислушиваться к своему внутреннему, к своему сердцу, к своей душе. Не знаю, как там сейчас говорят, к высшему я и так далее, и забивать на любое общественное мнение. Потому что это один из самых навязанных страхов нам, системным людям, тем, которые там ходили в ясли, в садик, в школу, в институт, на работу. Там, не знаю, в офис или куда бы ни ходили. Им всем это навязывается. Система, и потому что с яселек начинается, посмотри, как Вася, смотри, какой он чистенький, красивенький, умненький. А смотри, какой ты мятый, порванные штаны, сбитые коленки и так далее. Дальше идёт, чем старше, тем сильнее. Вот у Васи есть машина и вот такая вот женщина, а у тебя нету, значит ты не дал. И всё, и ты сам себя начинаешь забивать, потому что прислушиваешься ко всем этим советчикам, учителям, естественно в кавычках, помощникам тоже в кавычках и так далее. Мне вчера женщина написала в ВКонтакте, говорит, а как ты деньги зарабатываешь? Я говорю, ну вообще-то я не бизнес-вумен, никак не зарабатываю я. А она говорит, кем ты работаешь? Я говорю, вот работаю в любимую работу. Я веду свой блог и снимаю фотографии, пишу стихи и так далее. В общем занимаюсь творчеством. Она мне пишет, ты дура, разве этим заработаешь деньги? Разве за это типа платят? Я говорю, да, я дура, если для тебя это дура. И все ведущие телеканалов тоже дураки. И все актеры, поэты, художники, все абсолютно дураки, моя дорогая, только ты умная. Но я этого всего не успела ей прочитать. Хорочка слась, ой, написать, потому что она меня заблокировала. И так хорошо, я думаю, все равно какой-то у нее пошел этот, как мне подруга сказала, Людочка говорит. Все равно ты зернышко какое-то ей это самое, если она интересуется, как это ты зарабатываешь. Она всю жизнь вот пашет и зарабатывает себе на кусок мяса или там еще чего-то. А ты вот такая вот дура в их глазах, потому что ты не делаешь так, как я. И каждому нужно, чтобы все делали, как он. Понимаете, любому уму это нужно, потому что все умы программные. А когда ум освобождается и включается сердце, то есть ты перестаешь быть слугой своего ума, ум просто затихает. И у тебя наступает действительно жизнь, а не существование. Ты действительно начинаешь видеть прежде всего себя. Ты начинаешь наблюдать свой ум, ты начинаешь любить себя, ты начинаешь раскрываться после себя ко всем остальным, ко всему миру, что вокруг. После того, как затихнет ум, как только затихает ум, сразу же начинает открываться сердце. Это происходит и практически, и теоретически одновременно, можно сказать, вне сон. Такое не было вообще, розовое. Вчера такого не было. Обещают сегодня 22 градуса. Ну, кто может это обещать? И кто может это знать? Какие... Играмицентры, или как они там называются. Тоже вот... Нахлебники, или как там... Тунеядцы. Они же не ходят скайлом. И не копают землю. И не грузят кирпичи. И не работают на заводе. Значит, они... Бездельники. Тунеядцы. Лентяи. А я раньше, вот честно, как я раньше реагировала, когда мне там Тимирцова Людочка писала, или еще какие-то женщины, я вообще там что-то возмущалась. Почему человек не видит шире? Почему тра-та-та? И пыталась как-то перетянуть в свой отряд и показать человеку, насколько он ограничен, что нельзя мыслить так однобоко, что мы все грани одного. То, что тебе классно, и ты там кушаешь мясо, и тебе это во славу, и благословенная еда. Для меня вообще никак. Я не могу есть мясо из детства до рвоты. А кто-то не может есть фрукты, а кто-то, как Ирина Хендилаев, селедку не может вообще на дух переносить, даже посуду помыть после тарелки от селедки под шубой. И ее тянет на рвотный рефлекс. А я даже сейчас, когда мясо практически не ем, я вот сейчас сварила суп куриный с рисом, с картошечкой, с морковочкой. Очень вкусный. Но я не могу есть мясо, вот правда. Я налила бульон, поела там немножко картошки, риса. Просто обалдеть. И мне не надо. Я много лет не ем вообще мясо, только очень-очень редко там курицу. И за это что нужно? Меня закидать, что я не ем, например, ту же свинину, никогда в жизни не ела. И не потому, что жила в мусульманской стране, а с детства. Что меня закидать камнями за то, что я не вытираюсь салфетками после туалета, как ты. А я с детства моюсь. Всегда ходила в туалет с бутылочкой из-под кефира. Бабушка мне всегда говорила, что это за новая мода такая. А я сама не знаю. Мне так удобно. Мне неудобно пописать, а потом... Потому что туалет и ванна раздельно. Пописать, а потом лезть в ванну, подмываться. Я брала бутылочку, наливала, шла писала, потом мылась. У меня это с самого детства, когда я только начала себя как-то осознавать. Не помню, сколько мне было. Может, лет пять, а может и четыре. Вот. А ты приезжаешь на курорт в какую-то страну, как там рассказывает Лена. И первым делом бежишь в супермаркет и гребешь по двадцать пять пачек салфеток. Там чего, туалетной бумаги или еще чего-то. И что? Мне нужно тебя осуждать или оскорблять или еще что-то? Да нет же. Ты так же прекрасна, как и я. Я так же божественна, как и ты. Нет разницы. Вот вообще нет разницы. Как в этом мультике, который я вчера смотрела. Не помню, как называется. Я на стену себя кинула ВКонтакте. Там парень говорит, раб, вроде как раб от рождения своему этому, как его, рабовладельцу. Говорит, а чем же я от тебя отличаюсь? У меня такая же красная кровь, как и у тебя. И точно так же, как и тебя, меня закопают в землю, когда я уйду из этого тела. И точно так же я прихожу в этот мир без ничего. Без одежды, без замков, без регалий, без ничего. А тот ему говорит, от раба никогда не родится там какая-то голубая кровь. Он говорит, ну давай проверим, голубая она у тебя или нет. Собачка, здрасте. Собачка. Собачка, хуриточка. Собачка. Молодец, пошли, все, пошли. Все, поздоровалась, молодец, пошли. Это ваш? Нельзя, зачем ты гавкаешь, Харита? Гавка, 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 гавка. Видишь, он у тебя не реагирует, ты сразу гавкаешь. Хочешь, чтобы с тобой поигрался, Харита? Да, ты прям как некоторые люди, которые вызывают на эмоции. Скучно им быть просто в себе, с собой, наслаждаться своим присутствием. А они других выводят на эмоции. Так и Харита наша тоже. Девушка такая молодец, бегает. Я тоже скоро буду. Я сейчас занимаюсь каждый день, каждый день, каждый день. Очень так увеличиваю нагрузку. И для ног, и для пресса, и для всего. Я чувствую, у меня так тельце подбирается. Ну, как подтягивать, или как это называется. Вот, еще немножко все буду тут бегать. Тут так классно. Воздух обалденный. Красота. Чистота. Пошли постукаем, Харита. Пошли постукаем. Пошли. Постукаем. Утро пораньше. Вставай, поднимайся, народ. Что-то пятница, может, люди отдыхают? Ну, и такая музыка для вас, мои любимые. С утреца. Опять я целую кучу наснимала. Да, солнышко мое. Всем божественного утра. Спасибо, что вы есть. Опять болтала, болтала. Хотя очень хотела послушать птичек. Там где-то этот человечек, вон ящерица. А где-то есть человечек, я обещала Наташке его снять со всех сторон. И почитать, если там написано, кто это. Очень интересно. Мне тоже. Давайте посмотрим. А он все равно бегает и смотрит на Харита. Хитрющий. Хитрющий. Ай, хитрющий. Я поставила на паузу, мои любимые. Вот уже пришла к этим улиточкам. Хух. Хотела посмотреть, если тут что-нибудь написано. Такие вот прекрасные улиточки со всех сторон. Вот покажу вам. Но я не вижу, чтобы что-то было написано. Ничего нету. Показала вам со всех сторон. И близко. Ничего нигде не написано. И вот он, этот человечек. Я не знаю, он как китайец. Или вьетнамец. Или какой-то этот... Амул. Не знаю кто. Вот такой вот смешнючий. Не знаю, ничего не написано тоже. Смотрите. Такое просто. И такой он сзади вот. Хаошенький. Красивенький. Сейчас сфотаю для вас. Наталья. Сфотала отсюда тоже сфотаю. Все. Люблю вас, мои хорошие. Всем божественного утра. Я уже желала. Но еще раз не помешает. Спасибо, что вы есть. Прекрасные пятницы. Замечательных выходных. Будьте собой. Не надо бояться. Нет страха. Есть только любовь. Буду сейчас заниматься. Ну-ка. Вот так вот. Прикол. Ты становишься двумя ножками. Но точно у меня ножки большие для этого. Наверное, это для детей все-таки. А ты вот прощалась и опять интересно попробовать. Так. Так. Ух ты. Класс. Ну супер. Все. Я буду заниматься. Люблю вас, мои хорошие. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok